Верехле, Ванкаре, Риммана, Гильберта, как говорится, своими людьми, специалисты по матфизике. Они писали на эти темы, может быть, больше, чем по другим направлениям. Но есть наши коллеги-теоретики-числовики, которые Гаусс или Эллера, или Гильберта, или Риммана, конечно, считают своими людьми. Но классики совмещали и то, и другое. У них было единство математики. Мы, конечно, по мере сил стараемся это делать. По крайней мере, на этой конференции следующий доклад будет Владимира Николаевича Чубарикова, декана Мехмата МГУ, который называется «Теория чисел и гармонический анализ». В тот момент, когда в техническом университете большое событие, в основании университета, это действительно здорово, и это действительно праздник. Есть УМО, учебно-методическое объединение по математике и механике классических университетов. И от Самары в это УМО входят два университета. Это классический университет и аэрокосмический университет. Причем аэрокосмический университет вошел таким образом, что они пришли к Александру Юрьевичу Ишленскому и сказали, что мы хотим войти. Ну, Александр Юрьевич, естественно, пошел к Олегу Борисовичу Лупану. Олег Борисович не мог отказать. И вот, значит, два университета вошли в УМО по математике и механике. Надо сказать, что сейчас все большее количество университетов входит в учебно-методическое объединение. И мне даже приятно то, что у нас развивается сотрудничество с Киевским политехническим институтом. В ноябре прошлого года мы провели конференцию, до этого киевляне приезжали к нам. Ну и, конечно, было приятно видеть бюсты таких героев, как Сергей Павлович Королев, выпускник Киевского политехнического института, Владимир Николаевич Челомей, Сикорский, значит, один из создателей самолетов наших. Просто было приятно после этого еще зайти в мастерские, посмотреть, как создавались изделия. И это действительно здорово. Сейчас наша механика действительно потеряла вот эту материальную базу. И, наверное, всего пять университетов осталось, где есть вот такая техническая база, и можно проводить эксперименты. А механика без эксперимента – это, конечно, гибель этой науки. Посвящен совершенно абстрактной области, значит, аналитической теории чисел и гармоническому анализу. И в первую очередь он связан действительно с классиками, с Эйлером, Гауссом, Чебышевым. Ну, естественно, Иваном Натальевичем Виноградовым. Ну и вот, значит, так примерно выглядит то, что здесь мы будем рассматривать. Ну, Герман Вейли, естественно, здесь у нас появится. Итак, гармонический анализ связан с применением тригометрических сумм и тригометрических интегралов. Вот интегралы, значит, они выписаны здесь по некоторой области, Омега, ВРН. Ну, а первый пример, безусловно, такой естественный пример, Орбео. Извините, что я написал, значит, выступление, комментарий на английском языке. Но я предполагал, что раз в международной конференции, то можно говорить по-русски. А те люди, которые русский язык не понимают, они вот будут, значит, этот международный язык, который сейчас как-то примет. Хотя можно было бы все по-русски написать. Вот, ну, значит, первая часть, вот, конечно, обобщение, преобразование Фурье. А вторая часть, это тригонометрические суммы. Вот, они имеют вид некоторой функции f от x, вещественно значная, на колеблющуюся функцию e в степени 2π f от x. И причем f от x, в общем-то, она достаточно произвольная функция. Первый пример дал Гаусс. И надо сказать, что, собственно, развитие математики, оно началось вот с Эйлера и Гаусса, когда они ввели свои формулы, суммировали. До этого, ну, что мы могли суммировать? Арифметические, геометрические прогрессии. А здесь, видите, уже возникает квадратичная функция n квадрат. И точное значение. Гаусс потратил год на то, чтобы вычислить точное значение вот этой суммы. Модуль суммы достаточно просто считается. Это тоже метод Гаусса. Ну, а вот, чтобы посчитать точное значение, значит, этой суммы, действительно, год понадобился великому Гауссу. Следующий шаг был сделан Германом Вейлем. В 16-м году его замечательная работа, она, собственно, по механике была, по движению планет. И, собственно, он вел там понятие равномерного распределения последовательности по модулю единиц. То есть, задана функция на вещественной оси, а потом эта ось наматывается на окружность длины единицы. И вот изучается вопрос, связанный с равномерным распределением. Ну, берется частота, вот здесь, f от n, деленная на n, это частота появления, значит, попадания этой функции в промежуток альфа-бета. Ну, и ясно, что равномерность связана просто с длиной этого промежутка бета-альфа. Вот, берется дискрипанция, отклонение, значит, d от n, это супрем по всем альфа и бета. И функция называется равномерно распределенной, если d от n стремится к нулю. Вейер дал также критерии равномерного распределения этой функции, этих последовательностей. И вот, ну, ясно, то, что первое написано, это само равномерное распределение, в смысле определения. Следующее, вот, предельное соотношение. Вот это вот очень важное, третье. И даже мы поместили это в учебник математического анализа, и студенты первого курса, вот эти критерии Германа Вейля, у нас знают. Я им читаю курсы математического анализа. Дело в том, что это прямое такое следствие критерия Дарву для интеграла Риммана. Ну и лишний раз это подтверждает, что интеграл Риммана нужен, и его нужно читать в курсах математического анализа. Есть еще другие доводы, почему интеграл Риммана нужен, но тема доклада чуть-чуть другая, поэтому я об этом говорить не буду. Затем, то же самое можно сформулировать для непрерывной функции. А вот это самый ходовой критерий, пятый. Значит, его применял Виноградов, и когда Иван Матвеевич в 1937-1934 году, а в 1937-м для простых чисел он доказал свою знаменитую теорему о трех простых, что нечетное представление в виде суммы трех простых, причем, как рассказывал Иван Матвеевич, это произошло таким образом. Он должен был идти на первомайскую демонстрацию как директор института, и говорит, солнце, все было так приятно, и, значит, музыка, а он жил тогда на улице Горького, ну, Тверская улица, и говорит, что бы хорошего сделать? Ну, и, говорит, сел и за четыре часа написал работу. И вот, значит, первого мая появилась работа. Но самое интересное, что рассказал он это Глебу Максимилиановичу Кружановскому, а Кружановский был партворгом, значит, Академии наук. И пятого числа в газете «Правда» появилась статья «Победа советского ученого». Так что первый такой, как бы, анонс, анонс появился вот таким вот образом. Ну, и вот, действительно, вот эта пятая часть, она как раз связана, и работающая часть критерии. Ну, изучая одну работу Андрея Николаевича Ковнагорова о общем виде среднего. А на самом деле Андрей Николаевич доказал замечательную теорему. Он показал, что любое среднее – это такое существо среднеарифметическое, что ничего другого нет. Мы там и степенные какие угодно пишем, а вот она, теорема Толмогорова. Так вот выглядит среднее. Значит, φ – некоторая монотонная функция, а ψ – обратная к ней функция. Ну, а тогда условие равномерной распределенности будет вот таким. Значит, получается дополнение вот до этого критерия. Я не хочу сказать, что оно будет тоже так же ходовым, как и вот это пятое условие. Оно по другим причинам оказалось ходовым, потому что оно связано с гармоническим анализом. Вот. Ну, следующая проблема, значит, которая тесно связана с предыдущим, это распределение целых точек на три области. Ну, грубо говоря, все же мы знаем задачи на собственные значения и количестве попадания их в области. Вот. И, ну, по крайней мере, из общения с Леравитаном, Борис Моисеевич, я вот это знаю хорошо, потому что, ну, так случилось, что он, во-первых, и мне читал лекции, и потом мы с ним очень много общались, и я был оппонентом у его учеников. Ну, вот здесь задача идет о Дерихле. Вот Анатолий Константинович говорил о Дерихле. На самом деле, Дерихле был учителем Риммана. И он читал лекции Риммана в Берлинском университете. Вот. Поэтому действительно надо нам, может быть, еще с большим уважением относиться к этому знаменитому ученому. Ну, и если мы считаем число целых точек под равнобочной гиперболой, x, y, ну, n умноженное меньшее по равно x, значит, то тогда число целых точек есть вот такая величина, плюс остаток. Вот эта величина, ну, связана с объемом, а остаток, вот такая замечательная функция, Ро-функция. Первая функция до нуля, Ро от Т равняется 1-2 минус дробная доля Т. Вот ее разложение в ряд Фурье. Ну, грубо говоря, если кто-то докажет, что вот эта сумма есть корень квадратный из корнии из x, то есть x степени 1 четверть, ну, там умножить на какой-то логарифм, там умножить в первую, в второй степени, то тем самым решить проблему Дерихле. Точно такая же проблема круга есть, проблема Гаусса. И там то же самое. Надо получить корневую оценку из количества свадаемых. Ро у нас, вы видите, что эта функция, она по модулю меньше либо равна 1-2. И, значит, этой задачей действительно здесь, но мы как раз и сошлись с Борисом Моисеевичем Левитаном. Вот именно на подобные задачи. После этого я своему ученику поставил задачу о числе целых точек внутри круга на плоскости Лобачевского. Ну, связано это, безусловно, с дифференциальными уравнениями. Но об этом не будем сейчас. Эту проблему не будем обсуждать. Ну, вот эта формула Эйлер, Макларена, она записана в простейшем виде. И, конечно, у Эйлера там была бесконечная сумма, и, в общем-то, это трудно было воспринимать. В таком виде впервые Николай Яковлевич Сонин записал в конце позапрошлого уже века вот эту формулу. И сейчас эту формулу мы читаем в курсе математического анализа как следствие формулы Ньютона-Лебница. Дело в том, что формула Ньютона-Лебница обычно в курсах анализа была без приложений. То есть приложение одно считает, что интеграус как неопределенное, а потом подставлять пределы и получать ответ. А вот здесь она действительно здорово заиграла эта формула. Ну и много разных вещей, которые считались недостижимыми, там признаки Абеля, Дерихле. Вот здесь просто в одну строчку получается ответ. Поэтому действительно важно в курсе анализа это читать. А вот это формула Фуассона, знаменитая формула, что сумма значений функции равняется сумме ее преобразований Фурье по дискретному, но здесь по целым точкам. Дело в том, что когда я был еще, что называется, маленьким студентом, я по Мехмату ходил и спрашивал, что же это за формула Фуассона. И, значит, нашелся один только преподаватель, который мне сказал, открой Фельмана, какой-то там том, и там увидишь эту формулу. И вот на самом деле действительно открыл, но вот здесь, да, значит, потом, здесь я, наверное, ее не привел. Сейчас я не привел. Вот, значит, формула Фуассона сыграла определенную роль в моем общении с физиками. Ко мне пришли несколько профессоров физтеха и говорят, вот мы раскладываем функцию от нескольких примерных в ряды Фурье, когда строим решение, и если мы берем по сферам размножения, то получается один ответ, а если берем по брусам, то получается другой ответ. Я говорю, ребята, вы же физику получили, там все-таки наблюдаемые величины с преобразованием Фурье связаны. Может быть, так и делать, и перейти к преобразованию Фурье, и воспользоваться этой замечательной формулой. И действительно, повезло. Значит, они воспользовались, получили ответ и в конце статьи выразили благодарность. Ну вот... Извините, Фейнман это физика? Да, да, Ричард. Да, да, да. Вот это курс. Но на самом деле в теории чисел это известная. Ходоварев. Да, но вот следующий путь. Ну вот здесь, конечно, без результата Виноградова ничего бы не получилось. Иван Матвеевич увидел, что на самом деле все зависит от второй производной функции. А вторая производная отвечает за кривизну, как мы знаем. И, значит, таким образом, вот если мы можем ограничить кривизну, то получится такая оценка суммы дробных долей. и на самом деле, как показал Ярник, вот этот результат Виноградова не улучшаем на классе всех функций вот такой второй производной. Так что, вроде бы, с одной стороны результат Виноградова не улучшаем, а с другой стороны, если рассматриваем круг или равнобойчную гипербулу, там должен получиться результат гораздо лучше. Ну, это понятно, есть симметрия, которую мы никак не используем. Вот. Ну, а теперь я хотел бы поговорить о нетривиальных нулях именно в связи этой функции. Ну, а мы обычно сейчас изучаем вот это по методу Бори-Буссена. Ну, был еще метод Адамара. И метод Адамара, ну, как-то так он рассказывался приближенную, то есть там не было строгого доказательства. Вот. Но я дал своему ученику в качестве одной из задач в диссертации все-таки метод Адамара изложить так, чтобы из него можно было получить современный результат. Ну, вот здесь в качестве примера просто извините, я просто покажу, как можно получить вот то, что на единичной прямой нет нулей в з-функции Риммана. Значит, предположим, что есть 0 вот с нулевое равняется единице плюс 5т нулевое. z от s вот известная з-функция Риммана. Ясно, что в точке s равная единице она имеет полюс. И, значит, ну, вот этот факт отражается в этих двух замечательных равенствах. Если мы сложим фи-1 от сигна, то вот получится, что полюс уничтожается и это будет регулярная функция. Вот я здесь вспомнил доклад Валерия Васильевича Козлова, значит, он в создали, делал доклад и тоже преобразование в фурье и говорит, вот мы из одной бесконечности вычитаем другую и получаем конечную величину и вот такое что-то очень сверхъестественное. Вот физики так рассуждают. Но я вот знаю вот то, что Римман сделал. Он уже сдвинул. На самом деле, если посмотреть, то Римман просто продолжил работу Чебышева. И в библиотеке в Геотингенском университете найдена рукопись его статьи, единственной статьи по теории чисел, где вычеркнуто то, что все ссылки на Чебышева. Хотя работа Риммана появилась через 10 лет после Чебышева. То есть Чебышев все сделал в вещественной области, а Римман говорит, а чего в вещественной можно выйти в комплексную область. И в комплексной области уже они обладали аппаратом, который называется продолжение аналитической функции. И сразу же получались новые результаты. И действительно они являются сейчас самым важным элементом в исследованиях всех теоретических числовиков. Каждый стремится что-то сделать. вот ну если значит так фи 1 от сигма это ограниченная функция аналитическая она у нас в окрестности единиц. А потом мы берем точку вот такую сигму плюс 2 и т нулевое и функцию фи 2 от сигма. Вычисляем оказывается фи 2 от сигма не превосходит 4 фи 1 от сигма. Вот это не нравится что фи 2 от сигма не превосходит 4 фи 1 от сигма оно дает возможность получить современный результат для границы нуля z функции риммана. Ну а это просто простые вычисления и это означает что точки сигма плюс 2 и т нулевое точке единицы лучше сказать единицы плюс 2 и т нулевое должен быть полюс. А полюса там точно противоречие значит точке единицы плюс и нулевое нуля нет. Вот значит эта ограниченность не дает возможность об этом виновата. Вот эта ограниченность дает возможность об этом сказать. это в диссертации моего ученика Дино. Ну вот так комментарии ученики нашего создания. Вот главный что сделано хорошее дело. Вот ну вот эти суммы Германа Вейля значит это экспонент значит f от x это многочлен с вещественными коэффициентами как говорил Иван Матвеевич таким суммам было присвоено звание суммы Германа Вейля. Я говорю Иван Матвеевич так не говорят он засмеялся никак не прокомментировал но потом я понял что на самом деле это название сумм дал сам Виноградов то есть вот это название суммы Германа Вейля всюду пишут так что вот суммы так называется вот дал это название Виноградов и значит используя критерии Вейля что если один из коэффициентов хотя бы один из коэффициентов есть рациональное число то получается равномерное распределение дробных долей ну и вот это вот интересная вещь которая введена была позже гораздо авторы этого открытия архипов и осколков значит они вели в рассмотрение так называемые ряды Виноградов вот мне представляется что это дальнейшее будет развитие гармонического анализа в чем же дело значит ну мы рассматриваем коэффициенты Фурье Fn и затем рассматриваем вот такой ряд коэффициентов Фурье а здесь E в степени 2π многочлен дело в том что преобразование Фурье там линейный многочлен стоит а здесь мы ставим вот производный многочлен причем вот такие ряды Виноградов прямо возникают из дифференциальных уравнений и вот поэтому они имеют я дальше несколько примеров покажу как значит эти ряды Виноградов работают значит ну используя всю теорию Виноградова значит осколков и архипов доказали что эти ряды при хороших условиях определенных условиях на коэффициенте будут сходящимися вот вот ну здесь уже после он в стекловском институте выпустил книгу теория простых аддитивная теория простых чисел там написал моему великому учителю Ивану Матвеевичу Виноградову так что президент академии наук Катая Павла Кент которому в культурную революцию ему тоже не повезло он с корзиной ходил там его забрасывали камнями но вот все-таки он потом был восстановлен как президент академии наук воспитал хороших учеников и там действительно сейчас есть очень хорошая школа теории но вот в 1947 году Иван Матвеевич Виноградов поставил задачу об оценке кратных магнометических сумм и надо сказать что эта задача с блестом была решена в 1971 году тогда еще аспирантом Геннадием Ивановичем Архиповым Геннадий Иванович Архипов ну то же самое мы рассматриваем среднее значение дело в том что ну они и Воронин и Архипов ученики Карацубы и Карацуба говорят вот я вам даю задачу она хватит вам на две докторских вот ну значит занимались они этим в одномерном случае все сводилось к определению Вундермонта Иван Матвеевич но двумерный случай Карацуба так считал что произведение двух Вундермондов оно даст то что надо но если мы посмотрим на определители Вундермонта то там параметров все-таки будет 2n вот если степени одного n и другого n 2n а коэффициент у многочлена от двух перемен порядка n квадратов и естественно вот здесь уже с точки зрения размерности не получилось и Архипов придумал как заменить вот этот самый Вундермонт в этой замечательной теремии виноградова вот ну правда первая статья Геннадия Ивановича была не очень удачная и когда Иван Матвеевич подписал ее в докладе Академии наук там было написано примерно так что в настоящей работе создана теория кратных теоретических слуг при р равном единице получается метод виноградова но самое интересное что все делается по схеме предложенной Гороцубой вот хотя все сделал Архипов и работа проверялась в течение 3-4 лет вот и в конце концов за это ему дали кандидата физико-математических наук но Константин Константинович Маржанашвили который прекрасно знал теорию тригонатических сумм он говорит ну совет значит защита и он идет и мимо Архипова ну я слышал он говорит а как же вы сделали двойной сдвиг а ситуация такая что в случае одной переменной все раскладывается на множители а здесь по существу получается многочлен где нет этого разложения на множители ну и вот Архипов придумал красивую вещь что это можно представить в виде линейной комбинации линейных функций умноженных на многочлены с целыми коэффициентами и это сразу решало проблему оценки но вот здесь теорема сформулирована уже в общем виде вот не будем потому что разбираться здесь сложно вот и здесь пропустим вот но следующий шаг значит была поставлена задача обобщить теорию винограда для оценок сумм с простыми числами на многие переменные ну вот это мне удалось сделать в 85-м зале пропущу это вот следующий элемент оценка таких вот тригонометрических интегралов ну интегралами занимался Арнольд и конечно когда у меня была защита кандидатской диссертации он пришел и стал рассказывать почему такой результат должен получиться вот ну а началось ну и соответственно есть периодический аналог вещественному аналогу на самом деле все-таки математическую физику я думаю надо рассматривать и вещественном и в периодическом вместе как в теории чисел вот это все едино потому что возникает особый интеграл и особый ряд особый ряд вот это значит сейчас еще особого ряда нет это значит рациональные тригонометрические суммы но вот это первый результат виноградова Иван Матвеевич оценки сумм значит где альфа это максимум модулей коэффициентов и значит единица на 32 альфа минус 1 это в одном из последних вариантов виноградовской книги тригонометра вот но исследование Иван Матвеевич я продолжил и вот это уже теорема которую мною получено ну и вот здесь Владимир Игоревич Орнольд скомендировал откуда этот логарифм что значит он действительно правильно должен получиться из геометрических соображений правда они мне были тогда не очень ясны эти геометрические соображения я их получил чисто аналитически вот эту вещь но скажу в двух словах значит обычно для функции одной переменной мы когда проводим исследование рассмотрим множество скажем меньших значений и больших значений и все 2 2 эти области достаточно для исследований а вот в случае многих переменных этого оказалось недостаточно и пришлось разбивать на растущее число областей на логарифм альфа областей это дало решение задачи ну и конечно вот пример который показывает что эта оценка точная взята взятый пример по существу и задачника Бориса Павловича Деведоровича оценка снизу как это можно себе представить как так увезти пожалуйста ну берем значит по индукции можно сделать вот на одну переменную потом гаммафункцию использовать и получится ответ но это именно когда изучается гаммафункция задачники Деведоровича приведено вот а полученный результат виноградов вот с помощью такой леммы о мере значит она такая вот лемма что пусть альфа это максимум модуль и коэффициент и мы хотим рассмотреть множество где многочлен маленький меньше чем альфа в степени бета значит тогда мера этого множества будет не превосходить вот такой величины и это используется за тем доказательств по крайней мере виноградовской результат более-менее очевидно понятно что мы можем сделать замену перемен если 2пи f от x f от x обозначен через y сделать замену перемен если эта функция была монотонная то сразу бы ответ получился но а там где нули у производной значит это множество надо выделить ну и f от x должно быть меньше а в степени бета и а в степени бета и получается результат ну естественно сразу же захотелось обобщить этот результат смотрим что n производная больше а то тогда сама производная меньше а сама производная меньше бета вот это множество имеет такую меру отсюда получается оценка для тригонометрического петлиграмма вот ну следующая задача у нас была найти показатель сходимости для этих петлиграмм значит ситуация такая что здесь все-таки оценка будет неточной и неточность оценки состоит в том что вот взяли мы такой многочлен из наших теорем получается альфа степени минус 1 на самом деле здесь легко получить ассетку альфа степени минус 1 вторая и вот это я считаю одно из интересов значит нас алгебраисты учат всегда многочлен записывать в нулевой точке вот мы там складываем многочлен умножаем а все в нулевой точке а все-таки мы аналитики должны понимать что у нас есть разложение теора и мы должны эту точечку двигать и вот здесь как раз для оценок тригонометрических интегралов понадобилась вот такая величина это инвариант многочлена и для этого инварианта видите получилось что тригонометрический интеграл оценивается этим параметром аж в минус первой степени вот это дало нам возможность решить задачу показательности сходимости то есть все вот предыдущие как бы исследования которые были они уводили нас в сторону а вот здесь этот вариант он еще не очень хорошо используется даже и в теории чисел вообще не представляется что в принципе этот вариант должен заиграть и других разделах математического анализа ну вот здесь то же самое ясно что можно все это обобщать на кратный случай то же самое аж минус первое получится вот ну а теперь полный рациональный тригонометрический сумма аналог тригонометрических интегралов но пеодический аналог здесь наилучший результат принадлежал по китайскому математику хвалу икену а его ученик знаменитый Ченчжин Ру значит он взял и даже посчитал вот этот коэффициент а от n вот для таких значений но у нас в советском советском тогда был стечкин который тоже значит говорит как они могут давайте мы будем считать но все таки вот это результат Ченя он наилучший и Ченя действительно он с любовью относился к нашему советскому союзу когда я в 90-м году с ним встретился он уже был больной человек но удивительно что вот он провел численный расчет а вот в кратном случае такие рациональные суммы оцениваются вот таким образом ну и комментарий такой вот роль логарифма стала играть функция Тау от Ку Тау от Ку это число делителей числа Ку то есть вот есть логарифм в вещественном случае а вот в пеотическом случае логарифм это функция делителей вот но она нерегулярная здесь логарифм монотонен а здесь функция в общем очень сильно меняется ну и вот задача о показателе сходимости это особые ряды которые возникают в вычислении числа решений диафантовых уравнений и вот здесь холлокен получил окончательный результат но после того как был результат холлокена я решил рассмотреть многочлены с пропусками или выщербленные многочлены ну сразу представление о зубах особенно в возрасте старшем значит там действительно щербин много появляется вот выщербленный многочлен значит для него получился подобный результат вот только там видите добавлялась двойка а здесь единицы добавляются а единицы за счет того что выщербленные многочлены нельзя сдвигать полоси вот многочлены сдвигаем и снова подобные многочлены получаем а здесь вот этого нельзя но получается точный результат вот но это аналог называется особый интеграл тоже возникает при вычислении числа решений диафарных управлений и вот Ахипов Корасуба и мне там пришлось участвовать доказали вот такие окончательные результаты о показателе сходимости этих интегралов это было получено в 1978 году вот и ну вот значит экспонент сходимости для кратных интегралов это проблема она не решена но на сегодняшний день мною получено вот это в 14 году результат что верхний и нижний оценка в пределе n n степень многочлена если она стремится в бесконечности это есть единица то есть только вы горите то есть это все-таки слабенький результат по сравнению с тем что должно получиться но тем не менее на правильном пути вы стоите ну вот смотрите ну вот теперь результат треграмметрических рядах Виноградова значит то что получили архитики осколков вот они рассмотрели функцию hf h от n и h nt от n и вот супреу по всем многочленам по всем n дают константу что доказывает сходимость но вот красивое приложение этого результата к уравнению Шрёдингера задачи каши когда я спрашивал физиков людей которые вычислениями занимаются ну мы говорим только потенциальные ямы изучаем а здесь все-таки задачи каши до задачи каши как-то еще не доходили и вот Константин Ильич действительно получил замечательный результат об ограниченности решения ну из физических соображений ясно мы же знаем что с вероятностью это связано и там ограниченность то будет а как доказать математически многие говорят да это классический результат Сергей Петрович говорит это классический результат это все знают а никто не знал его используя полностью метод Виноградова удается доказать вот такой замечательный результат ну вот я еще одно замечательное открытие нашего теперь покойного математика Геннадий Ильич Архипов моего учителя вот он рассмотрел вот такое замечательное уравнение линейризованное и грубо говоря показал откуда возникает турбулятор турбулентность вот здесь ну представляете в рациональных точках начальное условие ну вот с дробной долей х связано а турбулентность она потом размножается по рациональным точкам вот Геннадий Ильич такой вот замечательный теорема доказал но к сожалению он ее не опубликовал я надеюсь что ну записок его я не видел по этому поводу это просто у нас в разговоре все вот когда мы с ним общались но я считаю это просто выдающийся результат говорит о новом подходе к турбулентности и вот с Евгением Владимировичем мы обсуждали Раткевичем эту проблему он конечно многомерный такой случай рассматривал но все-таки я считаю что где-то к этому близко здесь тоже анализ Фурье а что имеется в виду по турбулентности для этого равновения ну турбулентность значит возникают явления значит вот именно в рациональных точках причем в каждой рациональной точке ну чем дальше что нет вот этого ламинарного течения с функцией W которая там была рассмотрена но я не буду даже вдаваться в подробности потому что физики они лучше знают они его и линеризовали это уравнение для того чтобы объяснять и линеризовали и линеризовали но к сожалению нет сегодня Геннадий Иванович он бы лучше об этом сказал так как в свое время он Владимир Игоревич Арнольдин когда он поставил задачу говорит а что ее решать Владимир Игоревич ну это а публика вся очень такая как-то сидела она скорчилась в общем даже глаза боялись поднять великий человек выступает и вот Геннадий Иванович как-то вот так сказал и после когда выходили из зала все улыбались что всем как-то легко стало я думаю что мы должны жить так чтобы нам всем сюда было легко вот ну вот эта задача возникла значит с оператором вопа с электрами и встреч мы с Борисом Моисеевичем Левитаном начало число целых точек мы считаем D от Z за 4 это расстояние вводится на плоскость Лобальчевского вот ну и там асимтотики были выписаны вот Борисом Моисеевичем но еще французскими математиками вот а мы с Архипом решили это сделать архметическим методом то есть через число решение диафантовых уравнений грубо говоря другое форуе вот но следующая задача это архметические задачи связанные с диафантовым уравнением где сплошные системы потом я уже заканчиваю тогда вот вот это условие значит условие решимости диафантовых уравнение связано с линейными системами уравнение то есть нелинейные сводятся к линейным системам первые такие условия были выписаны Константин представители Баржунашвили вот и Хуалвакеном вот здесь некоторый точный результат приведем вот пропустим это а вот еще одна тема позвольте я тоже о ней скажу дело в том что мы привыкли все сразу оценивать а возникает вопрос а что будет если у нас малое число слагаемых в сумме небольшое а маленькое ну вот как здесь видите длина суммирования H она стремится к бесконечности а логарифм H поделить на логарифм P стремится к нулю а P это период вот этой функции F то есть длина суммирования но меньше логарифма P меньше логарифма периода и вот тут оказывается что значит вот это заметили Девинпорт и Эрлиш значит ну первые результаты здесь идут от Ивана Матвеевича Виноградова и постановки задач от него идут ну вот в 18-м году здесь пишут обычно что Виноградов и Пойе получили оценку но на самом деле в 14-м году Виноградов поставил эту задачу в связи с доказательством кандидатичного закона взаимности просто его научный руководитель у всех есть научный руководитель у Виноградова был научный руководитель Яков Викторович Успенский ему в качестве дипломной работы поставил задачу доказать дать новые доказательства кандидатичного закона взаимности и вот он поставил саму задачу и она до сих пор по выражению Юрия Владимировича Линника ему всветила всю жизнь эта задача Задача о наименьшем не вычете квадратичным Ну и вот, значит, наилучший результат получил в 58-м Беншесом, английским математиком, учеником Довенпорта И, значит, давайте мы рассмотрим, а вот неравенство, когда они выполняются Мы же хотим оценивать эти суммы И Довенпорт и Эрдиш доказали, что оказывается справедливо предельная теорема теории вероятности То есть, когда мы имеем малое число слагаемых, то никакой оценки мы не получим У нас вот есть некоторые вероятностные подтверждения этому же И вот далее, это я уже своему ученику поставил А вот давайте задачу, давайте мы рассмотрим различные простые числа, что там будет Ну, сначала аналог теоремы Виноградова-Колья получен Затем Кобьев, буквально недавно, в 13-м году, это в его кандидации и диссертации Он получил здесь современный результат в этом направлении Ну и затем вот эту предельную теорему доказал снова вот тот мой ученик Который уехал, значит, он из Африки, но уехал потом в Японию Женился на Японке И, значит, в Японии на работу не берут иностранцев В общем, а его взяли и в университет еще научную позицию дать То есть, он получал все 10 тысяч долларов тогда Так что я к тому, что, значит, все-таки результат этот нравился не только ему Но Карацубе очень нравится этот результат Но самое интересное, что начали мы как раз с изучения суммы Гаусса с ним А что будет, если сумма Гаусса короткая? И вот получился результат, что это сходится в таком показательном распределении А когда я посмотрел, для нормального распределения есть скорость сходимости, а для показателя нет невероятности И, собственно, была поставлена задача получить это Получили Ну и что тому человеку надо давать? Ну, надо доктору наук давать Раз вероятности не могли получить Ну, естественно, мы Андрею Михайловичу Зубкову к нему пришли, доложили Юрий Васильевич Прохоровичу он тогда же был Все, действительно, говорят, это открытие А открытие рядом лежало Почему? Потому что близкие к нормальным распределениям Это вот показательные распределения Если уж для нормального вы получили, то для показательного вы должны были получить Ну вот, так получилось, что не заметили Ну, это вот подобные задачи Значит, подобные А вот дальше Алексей Георгиевич Костников и Михаил Петрович Минеев Они занимались последовательностями редкими Которые были альфа умножить на кость степени n А мы взяли числа Фибоначи вместо этого Числа Фибоначи гораздо сложнее будут И арифметически, и с точки зрения сравнения Но предельные теоремы Предельная теорема и здесь такая же получилась Ведь показательное распределение А это вот уже другой мой ученик Васильев Антон Николаевич Он, ну, перед ним была поставлена задача Обобщение теоремы Николая Павловича Романова О представлении числа в виде суммы простого И числа Фибоначи И вот он Я ему сказал, давай вот тригонометрические суммы Развивай здесь, в этой области тригонометрические суммы Он взял вот третье значение Тригонометрические суммы Он получил акцент, например, на этих сумм Ну и отсюда, в смысле плотности По Шнирельману он получил вот такую замечательную акцент Это результат 2013 года Вот, ну и здесь уже нерешенные задачи Но я думаю, можно об этом сейчас и не говорить К сожалению, уже время длится Да, уже мы Прямо